Мыслительный процесс идет хаотично. Информация накапливается в большом количестве и не систематизирована. Визуализация информации – это путь к ее консервированию и дальнейшему грамотному использованию. Когда я читаю заметки, которые я сделал, но у меня есть заметки, да, приложения в компьютере, в планшете, в айфоне, заметки, мне приходит какая-то интересная мысль. Я плохо пользуюсь диктофоном, я предпочитаю записать, но бывает так, что я читаю мысль, и я не очень четко понимаю, что я имел в виду. Когда я записывал, я понимал, а когда читаю, я уже не понимаю. Но если эту мысль нашел способ загрузить графически, я не только не чувствую проблемы с расшифровкой, я ее не забываю, она фиксируется. То есть определенный участник организованного мозга задействован в этом процессе, в процессе запоминания информации, в процессе ее воспроизведения из вот этих консервов, из этих полок, да, устная, письменная и графическая. Лично для меня использование mind map, использование способов сэкономизации информации, это путь к тому, чтобы не забыть, не растерять, и все, что мозг наработал, да, оставить для использования.